Сегодняшняя тема. Этот мальчик из числа двойни. Он родился первый, его братик здоров, а у малыша сложное врожденное заболевание, но он борется за каждый день своей жизни. Ему нельзя отказать в этом шансе, отметила главный неанатолог региона Татьяна Помулева. Сообщается, что врачи детской больницы Читы обращались в разные специализированные центры для оказания помощи малышу. 11 декабря после очередной телемедицинской консультации со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России принято решение о госпитализации ребенка по неотложным показаниям. Учитывая дальность поездки и тяжесть состояния ребенка, решено его транспортировать к месту госпитализации специальным бортом. Обращаем внимание, что обычно детей с пороком сердца отправляют в федеральные медицинские центры обычными рейсами в сопровождении медработников. Но это случай особый, он уникален тем, что ребенка, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, потревожит только один раз, чтобы погрузить в машину скорой помощи. В этот же день спецборд МЧС вылетит обратно. Известно, что клиника Педиатрического университета Санкт-Петербурга – это 100 тысяч пациентов в год. В ней получают хирургическую и терапевтическую плановую и экстренную медицинскую помощь больные по всем профилям педиатрии.